Здравствуйте! В эфире телеканала CBC «Экономика дня» и ее ведущая Хаил Мамедова. Это специальный выпуск. Выходим мы из здания Бакинского бизнес-центра. И здесь мы находимся в гостях у Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций. Принимает нас глава Аспрома Юсиф Абдулаев. Здравствуйте, господин Абдулаев. Спасибо, что уделили нам время и встретились с нами сегодня. Здравствуйте, Хаил. Добро пожаловать. Господин Абдулаев, мы встречаемся с вами, потому что Азербайджан открыл свой очередной торговый дом. На этот раз в Латвии. Это третий успешный пример внешнеторгового дома после Минска и Киева. Вы вернулись совсем недавно. Да, абсолютно верно, Хаил. Спасибо о том, что так активно позволяете создавать ту площадку, где мы можем очень конструктивно обсуждать наши механизмы. И как вы правильно заметили, мы вернулись недавно с открытия торгового дома в Латвии. Торговый дом был открыт 23 июля при участии азербайджанских и латвийских компаний. Открытие прошло очень успешно, очень серьезно освещалось и в СМИ Латвии. И я думаю, что, как мы неоднократно обсуждали у вас на программах, что данный механизм, он, конечно же, будет очень серьезно помогать нашим экспортерам. Но я бы хотел сделать небольшую ремарку по поводу торговых домов, вернее, их количества. Потому что у нас есть и деловой центр в Астрахани. Деловой центр, но он отличается, потому что вы... Мы, опять же, по концепции, конечно, да, но по сути, то есть мы с точки зрения именно института... По сути, возможно, нет. Но вы же сами анонсировали, что рядом с деловым центром заработает торговый центр уже в следующем году. Да, уже в этом году заработает. Даже в этом году? В этом году заработает азербайджанский чайный и винный дом. Мы с вами это неоднократно говорили. И на 2018 год планируется, скажем так, расширение именно той части делового центра, которая относится именно к выставочному комплексу. То есть, по сути, можно называть площадку, то есть это с точки зрения именно названия, может быть, это, конечно, разное, но площадку для предоставления услуг нашим предпринимателям, в принципе, она как бы концептуально не так сильно отличается. Поэтому мы, конечно же, классические, если называть это торговые дома, их три торговых дома, как вы абсолютно правильно отметили, это в Минске, это в Киеве и вот уже в Риге. И мы неоднократно об этом говорили, что торговый дом в Риге – это первый торговый дом Азербайджана на территории Европейского Союза. Я хотел бы дать короткую информацию о том, что во время открытия в торговом доле были представлены продукции 18 компаний. Я думаю, что огромный интерес с латвийской стороны и не только, потому что Латвия является очень серьезным, скажем, транспортным узлом именно при Балтийских странах и со странами Северной Европы. Поэтому мы очень надеемся, что именно данный торговый дом не будет только ограничиваться Латвией, а будет очень серьезно помогать нашим партнерам выходить и в вышеуказанные страны. Вот как раз продолжая эту тему, по оценкам экспертов, торговый дом в Риге позволит азербайджанским производителям выйти не только на рынки прибалтийских стран, но и станет своеобразным форпостом экспорта Азербайджана в странах Евросоюза. После осуществления всех таможенных процедур, где можно будет реализовать азербайджанскую продукцию? Вот помимо прибалтийских стран, это Латвия, Литва, Эстония. Как я уже сказал, нет ограничений. На странах Скандинавии будет распространяться? Однозначно, конечно, да, потому что я бы хотел сказать, что с помощью торгового дома в Латвию были импортированы азербайджанские помидоры, томаты, и небольшая определенная партия данных томатов уже продается в Финляндии, потому что, как я уже сказал, данная территория является определенным логистическим узлом для дальнейшей продажи и реализации товаров и в скандинавских странах, и прибалтийских странах. Потому что, отвечая на ваш вопрос, нет ограничений. То есть, если мы импортировали товар в Латвию, если он очищен от всех таможенных процедур, от всех пошлин, то этот товар может спокойно передвигаться на территории Европейского Союза. Конечно, здесь нужно посмотреть с точки зрения именно логистики, сколько это стоит, как стоит. Но, по сути, никаких барьеров и преград нет. Потому что, с точки зрения продажи, порой дистрибуторы, компании, партнеры и даже сети не покупают товары в больших объемах. И обязательно им нужны и пробники, и товары в небольших объемах. Поэтому именно в этом контексте торговый дом будет играть незаменимую роль, потому что не всегда сети могут заказывать, например, один контейнер или, скажем, одну машину на первых парах. Поэтому в этом плане обязательно, что небольшие вот эти партии для предоставления по всем странам, вышеуказанным странам. То есть, торговый дом, отвечая на ваш вопрос, однозначно не будет ограничиваться этими территориями. Но, учитывая это, есть ли необходимость в создании еще одного торгового дома на территории европейских стран? Я думаю, что такое создание торгового дома еще в других странах, конечно же, есть. Почему? Потому что... Я имею в виду европейские страны. Да, 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 конечно же, европейские страны. Я понимаю. Почему? Потому что в любом случае все должны понимать, что речь идет о очень больших объемах и очень больших объемах продаж. И Европейский Союз — это очень-очень большой рынок. И в этом плане, конечно же, один торговый дом в Риге, он может просто-напросто как бы не успевать поставлять именно ту продукцию, которая будет заказана. Почему? Потому что нужно посмотреть на этот вопрос с логистической точки зрения. То есть, может быть, европейские, скажем, южноевропейские какие-то страны, которые находятся на юге, логистика, например, с Азербайджана будет намного более удобной, более правильной, когда это уже перерастет в объемы, нежели их продавать через Ригу, через Латвию. Поэтому это с точки зрения продажи, с точки зрения логистики, конечно же, я думаю, что на территории Европейского Союза могут заработать, конечно же, торговые дома Азербайджана. И я думаю, что для всех есть место, для всех есть рынок, как я уже сказал, рынок очень большой, колоссальный. Даже если смотреть с точки зрения именно локального рынка, даже то же самое Латвии, население в 2 миллиона, в принципе, это не так много, но и не так мало. То есть, люди, занимающиеся продажей, занимающиеся экспортом, понимают, что и этого достаточно, чтобы компания функционировала, компания развивалась. Поэтому, в принципе, если обеспечивать и близлежащие регионы, ну, все равно, я думаю, что один торговый дом в Риге, он полностью охватить весь Европейский Союз на рынок, наверное, ему будет сложно. Но зависеть будет еще от целевой аудитории, да? Однозначно, конечно, та продукция, которая интересна европейскому потребителю, потому что мы знаем, что азербайджанские продукты, они сегодня экспортируются в очень многие страны, товары очень высокого качества. И мы речь идет сегодня... Экологически. Конечно, сегодня речь идет о и сельхозпродукции, и о готовой продукции, о промышленной продукции, потому что, как я говорил неоднократно, мы с вами это обсуждали, что сегодня торговые дома не ограничиваются именно продажей сельхозпродукции. Они продают абсолютно... Любая компания, любой предприниматель может обратиться и в рамках данного торгового дома, то есть эти товары могут спокойно реализовываться. И я еще раз хотел бы подчеркнуть, что торговый дом в Риге, он... в нем представлена компания, которая предоставляет туристические услуги. Да, вы об этом тоже говорили. В принципе, тоже имеет огромный потенциал для экспорта услуг. И в этом плане, конечно, очень радует, что был большой интерес, есть большой потенциал. Если говорить конкретно о Латвии, то хочу довести до вашего сведения, что есть прямое авиасообщение между Ригой и Баку, то, что в принципе предоставляет очень хорошую возможность для и туристов из Латвии, и близлежащих стран, и также людей из Азербайджана, туристов из Азербайджана посещать эти страны. Я думаю, что в этом плане торговый дом, то есть, как я уже неоднократно говорил, не ограничивается никакими товарами. Поэтому у него абсолютно предоставлено все, и промышленные товары, и промышленные товары сельхозпродукцией, и услуги. В этом плане, я думаю, что концепция торгового дома в Риге для предоставления, именно с точки зрения предоставления услуг, очень эффективно, очень хорошо работает. Как я уже сказал, что мы уже импортировали определенное количество томатов, это порядка 120 тонн азербайджанских. То есть экспортная поставка уже была осуществлена? Да, это почти 120 тонн азербайджанских помидоров, которые были импортированы. И, как я уже отметил, определенная небольшая партия была отправлена и в Финляндию, и по регионам Латвии, что это тоже очень важно. Вы подписали пару соглашений, кстати, во время открытия. Далее, да, два меморандума, компания, которая как раз производит томаты, она подписала меморандум с латвийскими партнерами о продлении существующего уже сотрудничества, и одна азербайджанская компания по производителю фундука. И вот «Люсного ореха» — это компания тоже очень серьезно работает в Европе, нацелена на европейский рынок, и с точки зрения именно импорта товара при помощи нашего торгового дома Азербайджана в Риге. Я думаю, что вот эти два меморандума, они тоже еще придают, скажем, такой практический характер данному мероприятию. Вы сопровождаете предпринимателей, которые участвуют в торговом доме, то есть до какой, можем так сказать, до какой точки соприкосновения с потенциальными покупателями, если можно так выразиться. То есть торговый дом выступает посредником, правильно, между продавцом и покупателем, грубо говоря. И как вы сопровождаете свою компанию, которая участвует именно в торговом доме, представляется там? До первого контракта или дальше с ними? Я бы хотел уточнить фразу, что торговый дом в Латвии, торговый дом Азербайджана в Латвии, чтобы наши телезрители понимали правильно, не является определенным мостом. Я думаю, может быть, это является определенным мостом. То есть я бы не хотел сказать именно как посредник той структуры, которая помогает нашим предпринимателям и отвечая на вопрос по лимитам, лимитов там нет. И с точки зрения деятельности торгового дома, и с точки зрения деятельности фонда поощрения. По поводу логистики, если человек хочет выйти еще в другую страну, то есть помимо Латвии, на другие рынки европейских стран, в этом случае вы помогаете? Конечно, помогаем. И я бы хотел отметить, что в рамках указа о поддержке и расширении бренда Made in Azerbaijan, подписанной в октябре 2016 года господином президентом, предусмотрено ряд механизмов для практической помощи, продвижения азербайджанских товаров. И я бы хотел отметить очень коротко несколько механизмов. Это экспортные миссии, это участие с общим национальным стендом на выставках, а также организация полок под брендом Made in Azerbaijan в крупных, средних и вообще в любых возможных сетях, где могут продаваться наши товары, которые производятся в Азербайджане. И с точки зрения данных механизмов, управления этих механизмов, которые осуществляются со стороны фонда поощрения экспертной инвестиции, Аспрома со стороны при поддержке Министерства экономики, то есть данные механизмы, они предусматривают каждодневный контроль, каждодневное общение и с другой стороны с покупателями понимать, как продаются товары, на что есть спрос, на что спрос очень высокий, на какие товары спрос средний. То есть в этом плане, именно если отвечать вопрос по какому-то лимиту, то мы это не лимитируем и буквально, скажем так, в онлайн-режиме регулярно общаемся с нашими предпринимателями. Вы даже помогаете в получении сертификатов, да? Мы помогаем абсолютно во всем, потому что и в рамках, конечно, механизмов, и мы, конечно же, не ограничиваемся помощью для наших экспортеров только десятью механизмами, и мы, конечно же, помогаем максимально по возможности, как можно, потому что сертификация, импорт в Европейский Союз, есть определенные, конечно же, требования, и компаниям предоставляется информация о требованиях, о стандартах, о тех сертификатах, которые требуются, и мы регулярно компаниям в этих вопросах, конечно же, помогаем. А что касается именно по, я бы хотел вернуться к вопросу по логистике, конечно же, компания, наш торговый дом и компаниям уже могут договориться о том, что товары будут продаваться, скажем, не только в Латвии, они там будут идти куда-то дальше, то есть в данной ситуации наша структура, структура именно в лице торгового дома помогает, показывает, все это организовывает, и не до первого контракта, то есть в любое время мы готовы помочь, готовы организовать все, что нужно, чтобы товары были успешно экспортированы. Раз вы сами заговорили, господин Абдулаев, о механизмах, которые существуют для продвижения бренда Made in Azerbaijan, есть такой подраздел – развивательно-исследовательские программы и проекты. Можете рассказать об этом подробнее? Что это и как часто вы это делаете? Очень хороший вопрос и вообще очень хороший механизм. Данный механизм лимитирован. В году к нам могут обращаться только, мы можем обрабатывать только пять запросов, и в рамках данного механизма мы помогаем компаниям, оплачиваем именно то исследование для развития их предприятия, до 100 тысяч монат, то есть до 50%, но не превышающие 100 тысяч монат. И на данном этапе у нас есть обращение, но я хочу сказать, что это достаточно долгая процедура, потому что компания обращается, механизм очень простой. Компания обращается, что, например, для нее нужны какие-то, скажем, исследования и для развития, для выхода на новые рынки. И вот этим компаниям мы максимально стараемся помочь. Например, для них нужно организовать, например, расширить, может быть, какую-то линию производства экстренной, именно связанную с конкретной какой-то страной, скажем, с Арабскими Эмиратами, или, например, с какой-то спецификой. То есть принимаются запросы, они обрабатываются, обрабатываются на то, что подходят они к данным рамкам или нет, и компаниям, то есть это помогает, это очень, скажем так, международная практика, очень многие наши страны и соседи применяют это, и это очень имеет очень хороший эффект и очень радует, что обращающиеся компании, это в основном компании среднего и малого бизнеса. То есть это тоже очень важно для того, чтобы помогать этим компаниям. А какие критерии существуют для обращения? Критерии существуют в том, что обязательно, обязательно, но это, я бы сказал, самый главный критерий, должны быть предоставлены информации в определенное время, что этот товар экспортирован, то есть он предназначен для экспорта, потому что данный механизм, он предусматривает именно поддержку экспортерам, потому что там есть определенные лимиты, определенные сроки, в рамке которого предприятие должно предоставить именно доказательство того, что данный товар был экспортирован, как я уже сказал, потому что это механизм именно поддержки экспортеров. Я бы также хотел сказать, что сегодня мы и по экспортным миссиям, и по общенациональным стендам, и по другим механизмам до конца года у нас обширная и широкая программа. И мы действительно это видим и чувствуем, что компании все больше и больше начинают этими механизмами пользоваться на практике. Потому что очень важен результат и для компании, и, конечно же, для нас, потому что именно и выставки, и миссии, и другие механизмы, и реклама, и поддержка с сертификатами, и поддержка компании, которые участвуют на выставках в индивидуальном порядке. То есть это очень важные механизмы для компании, которые дают им дополнительный стимул, как моральный, и, я бы сказал, может быть, даже еще важнее материальный. Поэтому механизмы очень серьезно помогают нашим предпринимателям для выхода на новые. Возвращаясь опять к механизмам и к теме нашей встречи, торговые дома. В этом году уже два торговых дома заработало, ну и еще деловой центр. В прошлом году был один торговый дом открыт. Следующие торговые дома где планируете открывать? До конца текущего года мы планируем открытие торгового дома в Арабских Эмиратах, в городе Дубай. Мы планируем открытие... Сроки? Они еще неизвестны. Ну, я думаю, что это, наверное, поздняя осень. Мы планируем открытие поздней осени. На позднюю осень у вас очень много назначено. Да, вообще, я бы хотел сказать, что очень много... Вообще, сентябрь, это понятно, что начинается сезон именно продаж. И с точки зрения эксперта, конечно, начинается очень серьезная работа. И самые крупные выставки начинаются именно с сентября до конца года. И я бы сказал, что крупные выставки, они больше проходят такие, скажем, в холодные месяца. Это больше ноябрь, декабрь, ямварь, февраль. То есть, именно в это время очень активизируется. Ну, и, конечно, с сентября, да, я думаю, что это поздняя осень. Открытие торгового дома в Арабских Эмиратах. Открытие винного дома в Китае, в Шанхае. И мы планируем его открыть в начале ноября. Открытие официальное планируем в начале ноября. Также сегодня рассматривается вопрос об открытии винного дома до конца года в Пекине. Данный вопрос он только... То есть, если с Шанхаем уже ведутся конкретные работы, и в ноябре будет открытие, с Пекином ведутся определенные работы. И, конечно же, как я уже отметил, во городе Астрика не будет открыт азербайджанский винный дом и чайный дом. А также в других городах и регионах Российской Федерации тоже планируется открытие азербайджанских винных домов и азербайджанских торговых домов. Я неоднократно об этом говорил, что сам механизм предусматривает те возможности, которые реально помогают нашим предпринимателям. И с этой точки зрения мы обязательно в рамках нашего экспортного клуба очень часто общаемся с предпринимателями для получения информации, что в каких регионах, в каких городах они хотели бы, в каких странах они хотели бы, чтобы были открыты азербайджанские торговые дома, потому что это очень важно понимать. Было предложение в Германии? Да, конечно. В Европе озвучивается несколько предложений. Это и Германия, это и Австрия, это и другие страны Европейского Союза. Мы, конечно, эти вопросы рассматриваем, но я бы хотел отметить, что открытие торгового дома – это достаточно долгая процедура с точки зрения исследования рынка. Потому что очень важно понимать, что данный рынок, он важный, он нужный и он потенциален для азербайджанских товаров. И как мы неоднократно об этом говорили, что мы не ограничиваем спектр наших товаров, даже услуг. И поэтому с этой точки зрения очень важно понимать, что рынок, он будет принимать, то есть экспорт, ну, если с той стороны импорт товаров или же нет. То есть это очень важный анализ, поэтому для этого ведутся определенные работы. Есть предложения, буквально недавно поступали и по Германии, как я уже сказал, и по Австрии. Конечно же, изучается рынок, рассматриваются предложения, которые были предусмотрены, что соответствуют ли они определенным правилам или нет. И вот принимаются соответствующие решения. Ну и еще выставки международные. Да, конечно. Когда будет первое участие? Ну, в ближайшее время. И в какой выставке? Как вы знаете, в рамках поощрения бренда Made in Azerbaijan, в рамках указа предусмотрено участие на 10 международных выставках. Но вы не успеваете на всех 10? Мы успеваем на всех 10 выставках, потому что мы уже поучаствовали на 4 выставках. И у нас остались 6 выставок. Это выставка, самая ближайшая выставка будет в Китае, в городе Урумчи. Следующая наша выставка будет в Казахстане. Она именно посвящена больше строительным материалам и вообще всем, что связано со строительством. Я бы хотел сказать, что именно в рамках данного механизма это впервые выставка, где полностью посвящена промышленным материалам. Следующая выставка, я бы хотел назвать ее традиционной, это выставка World Food Москва 2018, которая будет проходить во второй половине сентября. Следующая выставка будет в конце октября. Одна из крупнейших выставок по продуктам питания в мире, Сиал Париж. Эта выставка проходит каждые два года, потому что она очень крупная. И для того, чтобы привлечь внимание компаний со всего мира, организаторы организовывают эту выставку каждые два года, а не каждый год. И по участию и по посетителям данная выставка занимает по продуктам питания второе место в мире. Я бы хотел сказать, что мы впервые участвуем на этой выставке с общенациональным стендом. Огромный интерес компаниям, действительно, у компании действительно очень радует, что люди, предприниматели очень хотят именно работать и в этом европейском направлении. Следующая выставка, это выставка в Шанхае, которая будет проходить с 5 по 10 ноября. Это первая импортная выставка в Шанхае. И следующая наша выставка, это выставка по вину, которая только посвящена вину, это выставка Гонконг. То есть сегодня, как бы замыкая 6 выставок и те выставки, которые мы уже поучаствовали за первые полугодия, я бы хотел бы их напомнить. Это выставка Продэкспо в Москве, это выставка Фрутлогистика, самая крупная выставка по фруктам и овощам в мире, которая проходит традиционно в Берлине. Это выставка Галфуд, которая проходит в городе Дубае, в Арабских Эмиратах. И выставка Сиал Чайна, которая прошла в мае текущего года в городе Шанхае. То есть очень серьезная тоже выставка. И вот те мероприятия, которые я озвучил, как бы замыкает именно тот, скажем, объем и тот лимит выставок, который позволен нам в течение года. В завершение, по поводу Москвы. Тоже планируете открытие торгового дома? Да, абсолютно верно. Мы, как я уже сказал, что по Российской Федерации, я думаю, что нашим телезрителям и предпринимателям прекрасно известно, что с логистической точки зрения Российская Федерация именно и открытие там торговых домов, конечно же, будет очень широко распространяться регионально. Потому что открытие одного, двух и даже трех торговых домов на территории Российской Федерации не будет покрывать именно весь ареал и всю территорию России. Поэтому с точки зрения открытия, с точки зрения, скажем, уровня потребителей и объема потребления азербайджанских товаров, конечно, Москва и Московская область, они являются лидерами. Конечно, в этих вопросах открытие торгового дома, открытие винного дома в Москве, конечно, данные темы сегодня обсуждаются. И мы очень надеемся, что в ближайшее время торговый дом и винный дом в Москве будет открыт. Потому что, как мы уже отметили, что в Астрахани в рамках делового центра функционирует площадка. И данная площадка тоже очень интересна нашим предпринимателям. Но с логистической точки зрения, конечно же, Москва и Московская область, это немножко другой регион. И открытие в этих городах, в этой области торговых домов подразумевается и ведутся определенные работы. Спасибо, господин Абдулаев, за интервью, за беседу, за то, что уделили время и нашли его в своем плотном графике. Спасибо вам. Я напомню о механизмах продвижения местной ненефтяной продукции под брендом Made in Azerbaijan. Мы говорили с главой Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций Асфрома Юсифом Абдулаевым. Я прощаюсь с вами, господин Абдулаев, и с нашими телезрителями. Всего вам доброго и до встречи. Оставайтесь на телеканале CBC. Субтитры создавал DimaTorzok